Я четко понимал каждое направление, функционал, который там есть, потенциал, те требования, которые я лично возлагаю на то иное направление. И меня интересовали специалисты с образования в этом направлении и со стажем работы. Вот по этим двум критериям мы отрабатывали. Я не буду скрывать, я сегодня уже не уверен. Люди, ну я же не могу заставить людей, мы отработали, определили функционал для каждого. Если вы говорите о конкретном сотруднике, то я не уверен и во всех остальных. В жизни происходит очень многого непредвиденного. Каждый человек определяет для себя приоритеты, ценности. Правильно? Заставить человека, переубедить, я не буду. Я могу помочь, направить, посоветовать, но ломать человека я не буду. Если они не перехватят ту деятельность, которой я занимался с утра до ночи на протяжении этих 100 дней, я им хотел показать то, что я желаю от своей команды. И ту работу не позволю сидеть пассивно здесь, протирать штаны. Потому что не надо ждать каких-то писем с правительства, пожалуйста, поучаствуйте в той или иной программе. Пока мы там не будем и не будем оттуда сами все переносить, никто к нам не придет. Вот мои требования ко всем заместителям и к моей команде. Я думаю, что они меня услышат. В принципе, я им об этом говорю открыто, не скрывая ничего. Я им показываю собственным примером, как это надо делать. Я им не говорю какие-то абстрактные вещи, я говорю вот так вот и вот так вот делаю. Видим, видим, понимаете, понимаете.